А вот данные, которые предоставило нам Министерство обороны России по продвижению сирийских войск. Это военные карты, из которых следует, что наступательные операции армия ведет практически во всех направлениях. Территория, контролируемая ею, выделена отдельным цветом. И вы видите, как она расширилась за эту неделю. На севере провинции Латакия освобождены три населенных пункта. Войска Асада овладели господствующей в регионе высотой на южной окраине Сальма. Идут боевые действия на рубеже еще четырех населенных пунктов. В районе Алеппо, второго по величине сирийского города, штурмовые отряды перешли также в наступление. В направлении аэропорта идут бои за город Идлиб. Боевики блокированы еще в четырех населенных пунктах. В провинции Хама армия шесть населенных пунктов освободила. Еще четыре уверяют вопрос ближайшего времени. На севере провинции Хомс освобожден город Хальдия. Дерутся еще за шесть населенных пунктов. В пригородах Дамаска тоже бои. Боевиков удалось отбросить всего на 500 метров в район Джаабар. Но это сирийцы называют существенным прогрессом. Это официальная информация российского министерства обороны. Причем, отмечают военные эксперты, тактика российской авиации на неделе изменилась. Если поначалу удары наносились по инфраструктуре боевиков, складам боеприпасов, заводам по производству оружия, то теперь бомбят коммуникации. То есть пути отхода боевиков, маршруты поставки им оружия и дороги, по которым может подойти подкрепление. Мой коллега Сергей Зенин вместе с подразделениями сирийской армии добрался до только что освобожденных районов. Он и расскажет, что оставили от них боевики. Это девочка-беженка по рождению. Ей сейчас два года, и ровно столько ее семья спасается от войны. Отца убили террористы за то, что он отказался им служить. Первые месяцы, как вырвались из ада, спали на улице. Или у тех, кто приютит. Теперь есть жилище, без воды, без электричества, но с крышей над головой. Здесь разместились 11 человек, лишенных родного крови. Я в Сирии, но я не дома. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы простые крестьяне. Наш дом был сделан не из камня, глиняная мазанка, не дворец. Но это был наш дом, а сейчас он только в моих воспоминаниях. Я плачу каждый раз, когда думаю о том, как хорошо мы жили в своем родном доме. Только слез нет. Я, наверное, выплакала все слезы. Дария, спутник Дамаска, его мирные жители тоже оказались без крови. В их разрушенных домах поселились террористы. Под всем городом они вырыли катакомбы. Узкие проходы, где почти нечем дышать, а протиснуться может только один человек. Командир сейчас пояснил мне, что там, вот за этой стеной, замурован очень мощный заряд. Ну, собственно, это все фугасы, почти все фугасы, которые собирали на близлежащих территориях. А было их очень много. Террористы нашпиговали буквально все. Этот заряд положили на тот случай, если они будут пытаться идти по этим коридорам на прорыв. Четвертый год. Сирийская армия пытается уничтожить бандитов, окопавшихся в Дарии. Две трети города военные взяли под контроль. На нашей земле грязь, и мы должны ее убрать. Посмотрите, что они творят. Хватают людей и отрезают им головы. Между нами и этими существами пропасть. Они говорят, что выступают от имени Ислама, но они даже не знают, что такое Ислам. Мухаммад закончил в Санкт-Петербурге факультет театрального менеджмента. В Сирию вернулся в первые же дни войны. После армии, дай бог, что скоро закончится армия, и будем победить все террористы. Я собираюсь работать в моей стране. В боях в городских условиях. Военные утверждают, что между нами и террористами Аль-Каиды сейчас не 200, не 100, даже не 50 метров, а 10. Они могут быть в соседнем доме. Периодически сирийские бойцы ведут беспокоящий огонь по противнику. Очередь из пулемета расшифровывается как «Сиди и не высовывайся». Но иногда это вызывает обратный эффект. В нашем случае активизировались снайперы террористов. Заработал миномет. Здесь можно перевести дух. Здесь есть главное, что нужно человеку на 30-градусной жаре – вода. На освобожденных территориях города Дария от террористов остались только их послания. Амбиций тут через край. Сирия – начало, Россия будет дальше. А на этой стене – Сирия, Россия, а после Китай. Еще одно подтверждение тому, что против Сирийской Арабской Республики воюет группа международных террористов. Этой надписью на русском, по словам военных, хотел увековечить себя чеченский батальон Аль-Каиды. За автора граффити кто-то явно ходил в школу, в то время как он осваивал автомат. На фоне поддержки российских воздушно-космических сил, сирийская армия смогла развить наступление. И даже там, где наши сушки не работают по позициям террористов из-за опасности нанесения ударов по мирному населению, одна мысль о том, что братья пришли на помощь, укрепляет дух и помогает идти вперед. Именно «братья» по-другому нас здесь не называют. Это окраины города Ареста. Террористы здесь пытались прорваться в тыл основным частям сирийской армии. Порядка тысячи бандитов. Их остановили, уничтожили больше половины. Остальных рассеяли и начали добивать. Из окон передового командного пункта театр боевых действий как на ладони. Вы видите, как на позицию выходит танк. Сделав несколько выстрелов по огневым точкам, он возвращается. Отход прикрывает крупнокалиберные пулеметы с соседней с командным пунктом комнаты. Боец сирийской армии стреляет одиночными, экономя патроны. Он знает точно, куда бить. Потому что огонь корректирует вот этот человек в черной майке. Его недавно взяли в плен. Есин Мустафа Рамадан возглавлял отряд в 500 человек. Я спросил его, сколько он получал за свою работу. Два раза в день меня кормили, иногда давали мясо. Каждый месяц мне выдавали 15 тысяч сирийских фунтов. 15 тысяч сирийских фунтов – это меньше 50 долларов США. Большинство из тех, кем командовал Есин, за три дня были уничтожены сирийской армией. Но прежде чем артиллерия получила соответствующий приказ, им предлагали сложить оружие. Если они приходят к нам с поднятыми руками, мы их не убиваем, самосуд не устраиваем. Этот пленный предстанет перед судом. Под напором сирийской армии террористы сдают позиции. Ежедневные потери живой силы исчисляются сотнями. Зажатые в клещи бандиты звереют, но они отвечают не армии. Они пытаются терроризировать мирное население. В начале недели несколько тысяч человек собрались у посольства России в Дамаске. Они пришли просто сказать спасибо за помощь. Большинство из столицы, но были и люди из освобожденных армии и регионов. Российских флагов в руках у сирийцев было даже больше, чем своих. Спасибо, Россия! Террористы ждали момента, ждали, когда колонна демонстрантов подойдет поближе к зданию посольства России. Два разрыва с разницей в пять секунд, судя по звуку, били из миномета калибром до 100 миллиметров. На следующий день неуправляемая ракета упала на крышу жилого дома в центре города, пробила два перекрытия, взорвалась. В больницу с ожогами и осколочными ранениями доставлено несколько человек. Погибших нет. Судя по тому, как развиваются события на фронте, угрозы встрелов Дамаска скоро уйдут на задний план. Линия фронта сдвигается. Террористов вытесняют из районов близких к столице и гонят на открытую местность. А там их уже атакуют. Сергей Зинин, Алексей Шишкин, Игорь Львов. Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok